В школе номер 48 в минувшую субботу прошла патриотическая встреча с кадетами. Это уже не первое мероприятие, организаторами которого выступает общественная организация «Спорт без границ» и движение «Бессмертный полк». Постоянным партнером встреч нацеленных на патриотическое воспитание является Евразийский фонд национального наследия Строганов, который в нашем городе провел исторические мастер-классы для учеников из пяти школ под названием «История одного подвига. Би-1. Полет в будущее». Постараемся рассказать о взаимодействии между муниципальными образованиями Екатеринбурга, Первоуральска, Новоуральска, обменяться наработками, забытыми страницами и историями, что наши поисковые отряды, наши архивщики поделились о героическом подвиге и народа, и конструкторов, и героев в годы Великой Отечественной войны. Для живого разговора с подрастающим поколением на встречу были приглашены герои России, которые рассказали о своем жизненном пути и ответили на вопросы ребят. Подобное общение молодежи с военными является важной частью реализации масштабного благотворительного проекта «Урал добром богатый», который осуществляется при поддержке администрации президента и правительства Свердловской области. Когда мы были молодыми, наше поколение выросло на ветеранах Великой Отечественной войны. Я все об этом говорю, какое-то нормальное явление. Мы слушали их рассказы, понимали, как это было в те времена, в те тяжелые времена. Когда я пришел в военное училище, я увидел тех офицеров, которые прошли Афганистан, которые имели реально боевой опыт. Это дорогого стоит. Сейчас уже мы делимся боевым опытом. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на мастер-классе ребятам напомнили об основных событиях и датах, а также рассказали об истории создания первого реактивного самолета в мире – Би-1 и о том, какое значение в современном военном вооружении имеет опыт, накопленный при его разработке. На сегодняшний день патриотическому воспитанию современной молодежи уделяется огромное значение. Действуют государственные программы, снимаются документальные художественные фильмы. Но вся эта работа может оказаться напрасной, если каждый из взрослых людей не ответит для себя на вопрос, что могу сделать я для того, чтобы мои дети выросли патриотами России. Надеемся, что ребята, которые посетили мастер-класс «История одного подвига. Би-1. Полет в будущее», вырастут людьми, которые будут искренне любить и уважать свою родину. Милана Ушакова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.